Всем привет, с вами Родригес, и мы продолжаем играть дальше в фирму 2015, и с нами опять в гостях. С вами, с вами, всем привет. Привет, привет. Ну что, продолжаем дальше играть. Так, в прошлой серии мы что там делали, давай будем вспоминать. Ну, у нас тут работник работает, так что нужно, наверное, кого-то опять нанимать. Хватит работника, допустим, его опять. На комбайне это всё равно скучно кататься, суть, но на работу. Он работает, да? Так, немножко что-то у нас звук опять в этот раз, вот в этот раз почему-то громкий. Давайте немножко убавим, тут странно как-то. Даже немножко можно ещё убавить. Так, я, значит, выполню задание, тут я вот как раз появился возле этого погрузчика. Отвезём груз. Так, что-то... Достаточно сложно его так цеплять. Без помощи в тот раз, когда ты мне помогал, там говорил. Слушай, а ты работника-то нанял? Да, работника нанял. А, так он полный стоит, он полный стоит. Сейчас я его разгружу тогда потихоньку. Я думаю, что он стоит, а он полный. А, он полный стоит, что ли? Да, конечно, да. А, я ему ещё приплатил и думаю, на тебе ещё полтинник, короче. А он стоит, молчи. Да, он такой себе, короче, раз. Полтинник, короче, пропал вообще, по-моему. Или мне показалось, я не знаю. Ну, в общем, я шучок. Хотя в каждой доле есть... Ну, или шутки есть доля правды, да? Ну, да. Ну, в общем, я попёр груз отвозить. Везём груз. На погрузчике, если ты опять? Да, на погрузчике. У нас 16782 доллара. Так, как тут заехать-то? Так, 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 давайте вот... А ты не смотрел там задания? Есть какие-нибудь ещё? По газонам, как в косилке? Нет? По газонам, в косилке? Да, мне что-нибудь денег заработать будет. Сейчас я довезу и глянем быстренько. Хотя, подожди, я, наверное, сам даёт сейчас. Посмотрю, просто скажу тебе, есть там нет. Слушай, нам надо денег-то зарабатывать на уборку сена. Нам нечем сену отбирать сейчас. Остаётся, которая на полях. Да, нам надо будет покупать этот сбор... Какого-то там... А он, прицеп, наверное, возьмём. Там прицеп какой-то есть в магазине. Он как сборщик идёт. То есть на нём можно собирать сразу солому. Ну, сейчас глянем, сейчас я довезу. Тем более, мы на будущее хотели же коров брать. Можно будет сену отвезти коровам, допустим, в коровник. Постелить там. Ага. Хорошо, хорошо. Так, я тут немножко подзаработал. Гинжат немного. Уже быстрее бы с этих заданий спрыгнуть, да и начать уже нормально там, да, работать? Нормально, конечно. У нас всё вторая серия пока ещё. Так что это... Есть, есть, заросший участок, да, это задание. Сделай пока, я его пойду выполнять. Заросший участок, да? Да, садись на мой трактор. Я переключусь тогда на этот... Телепортнусь опять, да. Я пока сяду, пойду поработаю. А слушай, а что там горит внизу? Что за задание? А, ладно, я пошёл. Тут ещё вот два у нас... А, ещё одно есть по погрузчику. Я его заранее тоже беру. Ну, чтобы это заранее было у нас. А ты поехал косить, да? Да, я пока покажу, поеду. Сейчас там ты, если что, за этим... Заработникам тоже приглядывай, чтобы он там не халявил. А то он встанет и будет опять стоять молчать. Не то, чтобы позвонить по телефону, сказать, что он полный стоит разгружатель. Нет, он стоит, молчит. Ну, а деньги-то капают, да? Деньги капают, но он стоит, халяет. Шаристый, слушай, типа-то. Так, грузовые прицепы, я смотрю, грузовые прицепы у нас есть за 27 тысяч. 27 тысяч, вот этот вот самый... А у нас хватит денег? Сколько там есть? Сейчас 20 тысяч всего. Фуражный прицеп нужен для сбора скошенной травы, сена и соломы. Его можно также заполнять сечкой. Ну, в общем, как раз у нас там эта сечка, да, я так понимаю? Или нет? Че это такое? Нам зачем? Солома там. Сечка не сечка, а нам просто солома. Там все, в принципе, там, наверное, бери. Много же что бери. Я сейчас немножко как раз это разгружу этот комбайн. Давай, пожалуйста. Блин, пшеница, видел, подешевела. Подешевела пшеница. Будем ждать, пока она подорожает. Да? Ну, конечно, сейчас по дешевке же не будем скидывать ее. Надо ждать, пока она подорожает. Ну да, вот, кстати, пшеница упала в цене. Так что это мы сейчас пока... Пока просто собираем. Ну, потом, в принципе, че, как она подорожает, продашь ее, наверное, да и все. Денег заработал маленький. Везем, ну. Пока вроде ничего, да, ты сейчас задание выполняешь? Да хватит нам сейчас. Мы, в принципе, сейчас я выполню задание. Да, в принципе, уже можно будет за прицепом с форой ехать, мне кажется. Так, я сейчас отвожу, как раз полный набрал этот рецеп у нас пшеницы. Мы сейчас его отвезем, выгрузим. Потому что у нас запас пока набирается пшеница. Потом, как будут цены высокие, мы сразу этим воспользуемся. Да. Рецептон у нас. Костить травой-то вообще. Рецептон. А ты сейчас сколько заработаешь? Тебе долго еще осталось это? Нет, маленько осталось. Сейчас я заработаю уже скоро. Да там немного, что-то около трешки. Трешки, наверное, три с половиной будет за скорость. Я тогда доставлю еще один груз. Давай последний доставляй, да, уже купим эту. Подберем. Если сейчас груз еще доставлю, то нам хватит, должна хватить как бы. Сколько коровы стоят, несмотря? Корова две пятьсот. Две пятьсот? Две с половиной, да. Две с половиной тысячи баксов, прикинь, одна корова. В принципе, если ты купишь сейчас прицеп, то можно будет на мою машинку, на трактор, прицепить прицеп. Я буду косить траву и возить коровам. Так что можно будет потихоньку уже набирать коров. Думаешь, что нам уже можно покупать коров, да? Ну, так, для разнообразия, там, как бы, одну-две купим, сейчас посмотрим, как мне интересно, что там надо. Можно куриц купить, курицы, они же, это, по-моему, недорого стоят. Их и кормить не надо. Да, их, по-моему, и кормить не надо. По крайней мере, я не видел, что-то там коров какой-то для них, они, по-моему, так живут. Ну, возьми куриц так, тоже, как бы, для общей массы. Чтобы коровам скучно не было, да? А постепенно, ну, чтобы задание уходить, да уже, заниматься фермерством настоящим. Чего это задание эти? Да? Да, да, да. Интересно же. Конечно. Так, оба! Ты всегда премия больше, чем просто за задание дали, видел? А потому что ты быстро прямо это, сорвался сразу. Ну, так оно рядышком было. Вообще нормально. Так, это задание, что это у нас за задание тут? Передо мной мелькает. Это, наверное, груз тоже. Кстати, хороший взяли на этот перевертыш наш трактор, вот этот синенький. Так, я кейс? Противовес, да, хороший. Все нормально, да, синий? Он вообще себя ведет вообще отлично сейчас, прям нормально. Слушай, а денег не хватает на прицеп? А? Посмотри. 25 тысяч пока, еще нужно 2 тысячи. Я сейчас как раз отвезу груз, и должно хватить. А ты заходи в онлайн-магазин, покупай, а я поеду, сейчас зацеплю за собой, и отвезу к этому, к полю. Да, да, сейчас я отгруз только доставлю. Давай-давай-давай. Давай. Ну, и можно взять потом в дальнейшем, сейчас возьмем прицеп, значит, а потом возьмем коров, да? Да, постепенно, потихоньку, сейчас посмотрим, как попрет у нас. Сколько мы там в долгах уже? На сколько денег? Так, 3 тысячи у меня получилось, 3 600 получилось. А, ты, в смысле, заработал? А сколько денег в долгах у нас, 160 уже минус, да? В долгах у нас, так, 155. Ну, ладно, еще. Я всего 5 тысяч взял кредит. Не, я просто думаю, что еще, как бы, если что, взять кредит, а попозже, может быть, на что-нибудь. Ну, это я так просто перестуюсь с финансами. Общая же касса. Да, задания, так, у нас, значит, возьмем, мы, значит, вот это, так, еще какие. А, вот еще есть задания по доставке. Ну, возьму, оно прямо уже, кстати, больше оплачивается. А ты зайди-ка в магазинчик, я себе тут возьму. Так, в общем, берем тогда, да, рецепт. Да, бери, прицеп. Давай, я его покупаю за 27, остается у нас штука. Где-то штука 700. Давай, я гляну, как там ты, там, смотреть, просто. Вот он я, это. Я просто здесь гляну, давай. А, ну, давай, давай. Здесь, да? Ага. Вот такой у нас прицепик, который будет собирать у нас сено. Ну, он все-то. Потому что поля у нас тут много в месяц. А, по-моему, 12, да, там, или сколько тонн? Нет, это что, там 20, по-моему, он тонн. 20 даже там, да? Да, он вообще большой. Эти, гру, там, само по вообще сейчас. Сейчас огляну так, это сколько, подожди. А, 21, 300. Ну, сейчас я его отвезу пока на поле, а потом мы будем уже для коров собирать траву, допустим. Вообще нормальный прицеп. Ну, я, наверное, куриц куплю туда немножко. Возьми пока куриц. А курочек возьмем, чтобы у нас какая-то там хоть эта, живность пошла. То петух там ходит, у него уже, у него самого яйца уже там, у петуха на улице. Он же один там. Звинят. Хотя ты так и не показал, наверное, его, да? Да, я не показал, но сейчас мы заглянем туда, с курятником. Я не знаю, возьму тут, не очень удобно, просто каждую курицу надо нажимать, отдельно заказывать. То есть, вообще просто. Я заказал, в общем, 20 куриц. Вот у нас и держат уже почти нет. Так, комбайнник уже полный, полный комбайн. Ты где сел в этот трактор? Да, я в тракторе. А ты поедешь в комбайн разгружать или я? А давай разгружим. А, ну, я еще разгружаю, а то он полный уже, 91%. А, да, ты смотрел, да? Да, я вот тут нахожу. Сейчас подъедем, но сейчас разгрузим. Я пока что, получается, газонокосилку, наверное, разброшу, прицеплю прицеп. А, слушай, а я, наверное, поеду сразу, буду собирать сено. Ну, конечно. Ты потом пересядешь, да, посмотрим, как она наполняется. Кстати, одного у нас этого, так, у нас комбайн, да, почти полный. Вообще, хорошо, что он быстро сгружает, прям это классно. Так, я пока задание возьму, посмотрю, может, здесь еще задание какое-то еще есть. Так, о, еще по доставке появилось. Ну, я периодически их набираю, потому что, пусть мы не все там эти премии получим, как бы, но заработаем какой-то минимум, правильно? А пока на первое время придется, ну, наемными, рабочими, пока свой бизнес не развеем. Что, сядешь на трактор, покатишься? А на этот, да? А? Давай. Давай, давай. Все, садись. Там, это, включишь, наверное, потому что, когда я вышел, он, наверное, выключится. Так, 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 так. На B, по-моему. На B, да? Ага. А вот она, да, все. Еще немножко сдадим назад. Да, вот она пошла. Пошел процесс. Смотрите, трактор уже у нас грязнючий, натоптано внизу. Вот сзади так прикольный вид такой. Вообще, классные трактора. Так, вот мы дошли. Нам-то некогда, видишь, тут прохлаждаться. Надо будет поле все равно засеивать, чтобы денег опять-то подзаработать. Так что сейчас маленько пособирай, потом, если что, я тоже сяду на него, пособираю сено. Да, 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 да. И потом уже придется вспахивать землю, сажать сразу же. Здесь прям так прикольно пополняется, немножко увеличивается сено. Ну, там картинка такая идет двухмерная, можно сказать. Просто. Полин немножко резался. Ты, наверное, с прицепом не умеешь лезть, да? Да не умею, просто засмотрелся на картинку там какая-то. Конечно, у меня не такой большой навык, конечно. Ты говори, да нету, ты на прицепе? Гори нету, я так, самоучка. Кстати, после фирмы можно уже это, то есть, вот после этой игры, как проходишь до конца ее, то есть, можно уже... Деревню ехать. Деревню ехать и прямо спокойно открывать бизнес свой, да? Не, а так-то, как бы, конечно, какие-то задумки уже будут, но это, конечно, не сравнится с жизнью, и все равно. Можно попробовать, да? Так, у нас денег вообще мало осталось на 170 долларов. Вообще 170 долларов? Да, вообще 170 долларов. Еще плюс-минус 150, да? Плюс-минус 150. Минус 150. Да-да-да. Так. У меня тут маленькое задание пока полония. Ну, тут прямо порядочно. А потом, значит, куда мне везти-то? Сено? Да-да-да, сено там, куда повезем-то это все делать? Ну, давай, наверное, отвезем его в курятник, в коровник. Коровник это где у нас внизу, да? Да, вот где коровы нарисованы, да? А в коровнике просто ты, получается, подстелешь под коров, наверное, вот так как-то, я думаю. А, вроде как, так-то получается. Ну, то есть, они что-то там, едят, не едят, я не знаю, а то, что там подстилка, вроде как, под коров, получается, сено. Ого. Коров, да? Ну, чтоб тепло им было. На улице же у нас всегда целых сколько раз. Тепло, вроде. Ну, просто, чтобы, короче, тепло им было. Так, в общем, я поехал к коровам, где-то, в общем, где-то там надо, значит, объехать их. А я, кстати, сюда тоже еду уже, сюда груз отвожу, да? А где ты? А вот он, да, я вижу. Давай, подъезжай. Я вижу даже, где-то у тебя горит груз, типа, куда его погрузить. Так, вот, значит, я... Там, по-моему, должна быть такая, как бы, бетонная, да? Как я тут... Я понимаю, смотри, как. Ты выполнил, я видел это. Нормально? Сейчас, подожди, я тоже подойду, пешочком появляюсь. Подожди, подожди, стой. Вот, коровник-то, иди. А сюда, что ли? А как только сюда за... Иди, 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 иди. Не, не, погоди, ну, сюда разве? Нет. Это, видимо, здесь у них... Блин, а я не могу понять, честно. Смотри, вообще, по идее, вот туда. Это где? Куда, мне это кажется, да? Нет, куда ты поехал? Лома здесь не требуется, пишет. Нет, это надо траву, траву сюда. А, понял. Так, давай. Смотри, дай-ка я попробую, сяду. Получится, а нет? Глянь. Конечно, садись, садись. Я сел, да? По-моему, смотри. Куда ехать-то я не могу понять. Ты че, уже пешком вообще не ходишь? Все на тракторах. А вот сюда, по идее, под подстилку было. Куда? Ну, по идее, я так думал. Ну, да. Смотри. Да, 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 да. Точно, точно, точно. Все, крутяк. А смотри, а там должно быть в этом, в меню открываешь, должно быть у них написано, вон соломы сколько туда. Я просто насыпал. Давай возьмем одну корову. Ура, запас корма в полной кормушке хватает на 6 дней. Представляешь? Написано, да? Да. То есть, получается, я сейчас засыпал на 6 дней. Все. Давай одну корову возьму, как бы, да? А, давай, бери. Пока на одну денег просто хватит. А что получается? Ну, вон, коровка ходит. А что получается тогда сейчас куда сломут? Оставь ее здесь просто. А, или можно дособирать, да сюда поставить ее. Потом... Да, или нет? Она потом превратится в перегной, или там... Нет, нет, нет. Я про то, что говорю, что сейчас прицеп-то нужен будет траву собирать, чтобы коровку кормить. Сиос, там все дела. Куда нам соломку девать? Солому куда-то еще можно, наверное, продать, я так думаю. Правильно? Где солома у нас продается? Так, солома. Вот там больно. Да, вот. Ресторан, теплоцентральный лесной склад. У-у-у, биогаз. А я не знаю, куда солому девать. Ладно, давай тогда потом... Сейчас, подожди, я еще тут придумал кое-что. Не знаю. Получится он это или нет. Так, ты куда поехал? Я сейчас задание посмотрю, какие у нас еще задания есть. Глянь, что там с нашим работником. Идею там... У нас же один коровник на карте, да, получается? Да, все, один коровник здесь. Так, один коровник у нас. Так, задание еще есть у нас по доставке. Значит, у нас три задания еще прилично. Я сейчас пока соберу там этот пшеницу уже, наверное, комбайн. Комбайнер-то уже полный. Молчит он опять, понимаешь? Шесть дней, нифига себе. Так, ну, не знаю, тоже даже, да... Биогаз нет, наверное. Биогаз тут нужен, сила, смехается. Так, ну, ладно, сейчас поеду к вам, поищу пока. Так, ну, я пока собираю. То есть, погодка вообще сегодня шикарная. Ну, как обычно. Пока хорошая погода. Посмотрим, у нас погода у нас еще там у нас на ближайшее время. Ну, три дня будет еще тепло, потом какие-то тучки, потом в конце недели, в воскресенье будет дождь. Нам еще до воскресенья дожить, надо, тут мы, блин, столько делов переделаем. Да. Ну, я сейчас еще везу один рецепт зерна, пшеница. И вообще можно продать, я так думаю, да? А вот. Пшеницу? Пшеницу, да. Конечно. А смотри, она по цене подорожала, не? Смотри, там, что там пшеница. Не-не-не, она еще так же. Пока храни, храни пока, скидывай. Да-да-да-да, потом отвезем. Когда уж наберется побольше, тогда можно будет, в принципе, отвезти. У нас прилично ее собирается так-то, да? Он там, по-моему, сколько с этого поля будет? Он, наверное, 30, да, наверное, будет? Сейчас уже сколько? У нас уже сейчас 25. А, ну еще... Больше 30, под 40, наверное, должно быть. Кстати, мы сейчас заглянем к курочкам, мы же кур купили. Покажи кур там, конечно. А гони где? Они там, у тебя, сверху. И в курятнике должно быть. Так, курочки, курочки. Опа, у нас здесь и петух. Петух. Вот он. Так. В общем, пока яиц нету, что-то они как-то слабо это работают. То, курицы? Халявят, но вообще прям... А может, там петух халявит? Может быть. Сколько ты куриц купил? 20. Ну, ты подожди, петуху-то надо тоже сил набраться на 20. Да. Ну, в общем, это... Так. Пока у них мы оставим их в покое. В принципе, пусть пущай, пока отдыхают. Плодятся. Вот. Так что... Я сейчас посмотрю, еще какие задания у нас есть. В общем, мы, в принципе, неплохо пока держимся, да? В принципе, да. Сколько налички? Налички сколько? Налички 1000. Неплохо держимся. Это ж кардкор, это же вообще... Вообще жестко. Жескач, в общем, да. Ну, и нормально пока, да. Нормально. Нормально, выживем. Дай бог выживем. Так. В дальнейшем, что мы сейчас будем делать? Значит, у нас есть одна корова. А я же покажу корову, как она выглядит сейчас на том тракторишке. Где-то здесь я останавливался. Так. Ну, в крайнем случае, корову на мясо пустим. Совсем только будет, да? Конечно. Барбекю сделаем, да? Барбекю. На барбекю. Последний раз делаем барбекю, а потом все, да? Посадят. 150 тысяч долго. Да. Вот она. У нас коровка. Здесь такое ей прямо поле, такое трава. Хорошо. Корова, кстати, вообще шикарная. Прорисована так прямо. Да? Мычит, ну, такая прямо... Смачно ест траву. Так вот прям. Только, по-моему, сквозь нее тоже можно проходить, нет? Конечно. Конечно, можно сквозь так раз. Запрыгнуть жалко нельзя. Чтобы мы бы сейчас тут устроили гонки на коровах. Так, здесь у нас еще есть... Так, вот я забежал вовнутрь. Тут, значит, она здесь будет перегной. Мы до конца процесс весь с коровами, я пока не знаю, честно скажу. Ну, Сайба, ты знаешь, что там с коровами? Да, маленько, ну, предполагаю. В общем, дорогие друзья, мы как бы разбираемся по ходу событий. И вместе с вами будем разбираться. Я вот тут вижу что-то, значит, есть milk robot. Milk robot. Короче, который будет, в общем, высасывать из коровы молоко. А, кстати, молоко само продается или как? Я что-то не видел, чтобы продавать. Да, ну, туда вот есть такое место, где коровы заходят и вот, в общем, уводят, их там обрабатывают, их там. Из них там milk robot такой, milk. Он из них высасывает все. И, в общем, там потом молоковоз, походу, надо будет покупать, чтобы там с другой стороны... Ну, я так понимаю, не знаю, я этого не делал ни разу. Мне просто интересно то, что, ну, колхоз же все-таки, да. Конечно. Просто я слышал, что, допустим, бревна – это вообще читерство. То, что много денег, допустим, с бревен можно поднять. Бревен, да? Да, ну, так говорят. Будем, наверное, заниматься читерством, да, скоро, да? Не, у нас все пока нормально. Да. Без дурьями давай будем. Да, мы будем все по-честному, так что это... Не, ну, просто мне кажется, интереснее, как бы, коров, допустим, поле хотя бы одно пока что нам вывести. Нам это поле еще засадить чем-то на... Кстати, что там, комбайнер? Комбайнеры... А, кстати, а комбайнеры не знают, что там он. Посмотри. Я просто сейчас сено тут попробую куда-нибудь запихать. Я еще взял одно задание. То есть, заданий набрал капец много. Комбайнер уже наполняется, скоро наполнится. Так, я сейчас съезжу, еще отгружусь. Съездим, отгрузимся. Ну, в общем, уже что-то есть, какая-то база. Да, вот осталось собрать вот это сено, узнать, куда это все деть. Пока не знаем просто, куда это девать, это сено вообще. Сейчас я везде пробую, пока я уже всю карту... Всю карту объездил. Карту объездил, да. Сейчас попытаемся куда-нибудь запихать. Не знаю, получится нет. Так-так. На ходу. Сейчас мы подстроились. Комбайн. Все, короче, мне везде пишут, солома здесь не нужна. Поехал в последний мукомольный завод. Честно, ребят, не знаю просто вообще, куда девать. Замучились этой соломой, да, уже там, короче? Да в тюки, я не знаю, в тюки ее складывать можно. Ну, тут надо тюковчик покупать. У нас пока все, как бы, по-сложному. Да. Получится у нас не получится. Ладно, дорогие друзья, будем завершать эту серию на этом. Я думаю, в следующей серии мы разберемся, что там делать дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в группу ВКонтакте. Я вам желаю приятного и хорошего настроения в ближайшие дни. Смотрите наш канал, мы делаем все, стараемся на позитиве. С нами был сегодня Сайбат. Всем, ребят, пока. Всем пока, ребят. До новых встреч.